Потому что совесть, в отношениях которых нет Бога, все время тает. Наглость увеличивается, конфликт увеличивается, беспардонность увеличивается. Неприязнь к близкому человеку увеличивается, а совесть уменьшается. Но когда люди вместе идут к Богу, совесть увеличивается, а значит все остальное уменьшается. Беспардонность уменьшается, наглость уменьшается, нетерпимость к близкому человеку уменьшается, Излишние ненужные принципы уменьшаются. Человек готов принять правду близкого человека, значит уже семья будет сохранена. Не мою правду, а правду того, кто рядом со мной живет. И только по одной причине. Не потому, что я считаю, что он больше прав. Я никогда так не смогу считать. Так устроен этот мир. Каждый человек свою правду все равно лучше считает. А только потому, что я хочу, чтобы хотя бы один человек был счастлив у нас в семье. И этот человек мой близкий человек, а не я. Вот это решение сохраняет семью. И это решение возможно, если у тебя будет в сердце достаточно счастья для того, чтобы это сделать. Ты достаточно связан с Богом, чтобы счастье в семейной жизни отдать близкому человеку. Это значит, что в семье не будет скандалов. Ты всегда будешь уступать. Но при этом не будешь унижен. Потому что унижен тот, кто теряет себя. А тот, у кого есть Бог, потерять себя не может. Потому что чувство, собственно, достоинства создает любовь. Если у тебя любви хватает к Богу, значит ты будешь достойный. Ты будешь выглядеть сияющим и красивым. Никто не может попрать тебя. Никто не может тебя унизить в таком случае. И еще кое-что, что рассказать. Если вы почувствовали, что у вас в жизни все хорошо, и на лекции уже ходить не надо, что Олег Геннадьевич постоянно там что-то кричит, орет, а жизнь на самом деле другая. У нас все нормально, Олег Геннадьевич. Поэтому на лекции не пойдем. Слушать вас очень неприятно. Вы все время настраиваете нас на какие-то проблемы. А на самом деле все же хорошо. Если в сад случилось, что у вас уже в жизни все хорошо, то это всего лишь особый метод подготовки к Богу. Экзамен. Особый, очень интересный, хитрый такой метод. Поэтому даже когда все хорошо, нужно перестать гордиться своей жизнью, своей судьбой. Нужно все равно развиваться. Потому что все хорошо только лишь для того, чтобы потом неожиданно стало плохо. Поэтому нужно быть смиренным по отношению к своей жизни. Например, некоторые стоят и говорят, Олег Геннадьевич, у меня все хорошо. И Бог в моем сердце тогда говорит мне, клиент созрел. Потому что только в этом состоянии человек реально чувствует, что он что-то потерял. Когда все плохо, и так было, все плохо. Чуть-чуть теряю. А когда все хорошо, тогда есть что теряю. Поэтому никогда не гордитесь своей жизнью. Если все хорошо, то надо трудиться все равно над собой, вставать пораньше, молиться, зарядку делать, строить правильные отношения. Не нужно расслабляться слишком сильно. Хотя, когда все хорошо, это тоже нужно. Потому что в это время человек набирается сил для того, чтобы дальше сражаться по жизни. Не то, что он должен всегда быть замученным. Нет, он должен быть здоровым, сильным. И это время посвящать надо здоровому про жизни, правильной жизни, счастливой. Если у вас все хорошо, забудьте о тех, кто плохо. Помогайте этим людям. Несомненно, Бог будет тоже вам помогать, когда он будет. С помощью людей, когда он будет плохо. Человек никогда не должен забывать о своем долге перед близкими. Особенно перед теми, кому хуже, чем нам. А кому хуже, чем нам? Тем, кто стареет. У нас есть родители. Им всегда хуже, чем нам, потому что они стареют. Старость забирает счастье у человека, помогает им. Они не будут вам счастье дарить, когда вы будете к родителям приходить, стареньким. Они будут плакать, мучиться, особенно, когда они больны. Отдавайте им свои силы. Бог вам потом отдаст, когда вам будет тяжело. Все, что мы делаем в этой жизни, мы получаем назад. Никакой несправедливости не будет. Но всегда нужно знать, что для нас важнее всего. И подвохов в этом мире море. Выход на первое место отношений со старшими приводит к культу личности и долопоклонничества. Есть святые люди, но они святые, потому что они служат Богу, они сами по себе. Выход на первое место в выполнении своего долга перед обществом и семьей приводит к тому, что человек становится неспособным выполнять свой долг перед обществом и семьей. Если ты считаешь, что это самое главное в жизни, значит, ты получишь в этом стенку. Ты не сможешь помочь своим близким, не сможешь помочь своей семье, потому что ты считаешь, что это самое главное. Получишь осечку там, потому что это не самое главное. Если вы очаровались сильно своим ребенком и считаете, что это самое главное в вашей жизни, значит, тогда вам придется разочароваться. Несомненно. Это не значит, что не надо любить ребенка. Мы говорим о вере. Если женщина говорит, я для своего ребенка живу, значит, Бог вам объяснит, для чего вы живете. И это приведет к стрессу, это объяснение. Потому что живете вы не для ребенка своего, а для Бога. Если человек считает, что для меня, Легинач, ни для ребенка не живу, я для себя живу. Хорошо. Если ты для себя живешь, останешься один. Когда человек живет для себя, это приводит к одиночеству. Никого не будет вокруг. И тогда поймешь, для кого ты живешь. Сразу стрельбенешься. Никто не может выйти из-за диночества. Когда человек думает, что он для природы живет, вот самое главное в жизни этой природы. Будем бегать с голой попой за белочками. Хорошо. Это называется сентиментализмом. Это очень низкий уровень восприятия мироздания. Сентиментализм приводит к тому, что человек трезвеет. Поселились вместе, чтобы с голой попой ходить за белочками. Бога нет в нашей жизни, есть только природа. Мы ее любим, поклоняемся ей. Будет результат обязательно. Бог вам покажет, что вы все-таки имеете дело с Ним, а не с природой. И вся эта иллюзия будет разрушена. Потому что между вами начнутся ссоры. Вам придется как-то налаживать отношения. И в лесу не только белочки бегают, а также и волки. И если вы думаете, что если вы им будете улыбаться, а не то, что вам улыбнуться, то это не так. Если вы думаете, что огород, который вы посадили, будут там расти только петрушки, нет, там будут расти сорняки. И жрать огород будете не только вы, которые вы посадили, а также все, кто вокруг находится. И вам придется целый день защищаться от сорняков и других живых существ, которые так вас любят, что с удовольствием съедают в ваш огород. И вы тогда поймете, что этот мир не соткан из сентиментализма. Природа – это объект нашей любви, но не высший. Поэтому человек, который понимает, что жизнь его для Бога, и у него сожрали весь урожай, он не так сильно печалится, потому что Бога в его сердце, никто в ней что-то живет. Если человек считает, что самое главное в жизни – это покой, чтобы все было, самодостаточность, чтобы были деньги, была семья, были дети, то он, несомненно, будет всю жизнь для этого, из-за этого очень сильно напрягаться. И, несомненно, все это потеряет. То, к чему он шел, он и потеряет. Потому что это не главное в жизни. Но если ты стремишься к Богу, Бог тебя оставит, все, что у тебя есть. Чего ему забирать, если ты уже все понял? А если вы решили, что самый главный режим питания, режим дня и здоровый образ жизни, значит, вы тогда зациклитесь на себе и забудьте обо всех других. И они вас бросят. Когда мы думаем только о себе, значит, мы никому не нужны. А если человек решил, что образование самое главное, постоянно образовывается, образовывается, то это образование так запудрит ему мозги, что он полностью запутается в этой жизни и перестанет различать истинную ложь. Поэтому на первое место можно поставить только одно. Не высшую истину, не абсолютное счастье, не бесконечное сияние, не всемирный разум, не высшую энергию, не абсолют, а личность Бога. Потому что если мы Бога считаем сиянием, абсолютом, и энергией, и знанием, и чем угодно, но не личностью, значит, мы считаем, что мы лучше, чем Он. Потому что личностью всегда быть лучше, чем непонятно чем. Поэтому человек должен оформить свое понимание о том, кто такой Бог. Он личность. И поэтому все, кто правильно Ему служат, они за Ним идут, как за личностью. И Бог может предстать перед нами по-разному. Он многограммная личность. Точно так же, как человек. Женщина может с детьми вести себя, как мать. Это одна личность. А с мужем, как любимая. Это другая личность. А с родителями, как дочь. Это третья личность. А с сослуживцами, как хозяйка там или помощница. Это четвертая личность. Это разные личности совершенно. Но одна и та же. Просто она ведет себя по-разному. Так и Бог в разных отношениях. Он может вести себя совершенно по-разному. Поэтому есть разные веры. Разные представления о нем. Потому что он нам приходит так, как мы хотим его видеть. Он многогранен. Для того, чтобы строить отношения в любви. Даже женщина, когда она выходит замуж второй раз, она видит, что с этим новым мужем она ведет себя не как со старым. У нее совсем другое поведение, потому что другая личность. Почему же вы думаете, что Бог будет одинаково со всеми себя вести? Нет. Он личность. Поэтому он ведет себя совсем по-разному. Как почувствует приближение беды? В 2012 году все орали, что будет катастрофа. Вернее, раньше. Вот на четыре. Конец света, конец света, конец света. Помните? Да. Веды говорят, что если все орут, что конец света, значит конца света не будет. Почему? Потому что беда так не приходит. Она всегда приходит неожиданно. Вот когда все наоборот думают, что все будет хорошо, вот в этот момент и придет беда. Как почувствовать приближение беды? Еще раз повторяю. Если у вас в жизни так все классно, что вообще как бы на лекции не надо ходить. Ждите ее, свою подружку. В тот момент, когда человек расслабляется, да не хочу. Когда ему кажется, что у него все супер-супер-пупер. В этот момент беда и приходит. Потому что беда приходит в тот момент, когда человек теряет длительность. Она приходит неожиданно, как гром среди ясного неба. Я не говорю о трудностях сейчас. Трудности можно почувствовать. Трудности можно почувствовать. Я говорю о беде. Никто ее не может ожидать. Точно так же приходит смерть. Человек никогда не думает, что сейчас она придет. А она приходит именно в этот момент. Поэтому все уходят из этой жизни неожиданно, кроме святых людей. Потому что святые люди никогда не теряют длительность. Когда человек уходит из жизни, то у него существует необычное такое время, которое он забывает про всех вокруг, расслабляется. И как будто бы у него улучшается здоровье. Все видят, что он идет на поправку. Хотя он был истощен, изнеможен и уже как бы был готов к уходу из жизни. Но труп неожиданно ему стал лучше. Знаете, что через несколько дней он идет из жизни. В тот момент, когда он расслабится и почувствует, что все хорошо, в этот момент Бог заберет его из этого тела. Ну, конечно, сам выход из тела, он тяжелый, это стресс. Но как почувствовать приближение беды? Беда приходит в жизнь только гордому человеку. Гордость означает отсутствие длительности. Когда воин сражается, в тот момент, когда он воскликнул клич победы, возник в его сердце. В этот момент прилетает стрелка. Понимаете? Беда приходит со спины, ее не заметишь. Она неожиданная. Это ее природа. Но если человек живет правильно, если он всегда трудится над собой, ему придут просто трудности. Беда не придет. Потому что для одного человека это беда, потому что он расслабился. А для другого человека просто объем работы. Понимаете, как это, в фильме есть такие, «Бой идут одни старики», да? Как там на войне? Да, нормально. Как везде. Надо работать. Понимаете? То есть, человек принимает этот объем работы. Это значит, что беды не будет. Нет такой работы, которая бы ни с человеком, который своим сердцем не справился. Нет такой работы. Есть просто нехватка сил. Сил не хватает, потому что источник сил неправильный. Вот если я источник правильный выбираю, сил сразу хватает. Я справлюсь. Здоровья не хватает? Природа источник такой энергии. Но на природе, чтобы получить силу, нужно аскеза, движение. Добрые люди являются источником энергии, которая приносит в жизнь спокойствие. Но для этого надо им служить. Они сами не принесут. И Бог является источником энергии. Его надо прославлять. На нем надо сосредотачиваться. И жить надо, как Он хочет. Тогда Он будет давать эти силы. Как же принять удар судьбы с минимальным потерем? Вот смотрите. Если Вы уже поняли, что идет удар судьбы, понять это можно таким образом. Ты как бы... Ну, иногда это просто понятно. Близкий человек уходит из жизни, а он тебе был самым дорогим на свете. То есть это удар судьбы. Как принять удар судьбы, что делать в это время? Некоторые люди думают, что во время, когда приходит удар судьбы, нужно очень сильно сосредоточиться на проблеме. Вы ошибаетесь. Когда приходит удар судьбы, нужно очень сильно сосредоточиться на Боге, на святости, на чистоте, и стараться как можно подальше быть от проблем. В это время нужно беречь силы. Потому что, несомненно, рано или поздно этот удар судьбы, эти силы у тебя, будет все больше и больше от меня. Отнимайте. А когда у человека нет силы, жизнь заканчивается. Мы говорим о душевных силах. Близкий человек уж уходит. Ребенок болеет неизлечимым заболеванием. Самое главное в этой ситуации – это люди думают, что честно надо погружаться в ситуацию. Если ребенок страдает, надо вместе с ним страдать. Если близкий человек уходит, надо также вместе с ним страдать. То есть надо, чтобы ситуация тебя раздавила, и тогда ты честно поступаешь. Это иллюзия. Близкий иллюзия заставляет тебя так делать. Почему? Потому что, когда близкий человек уходит из жизни, ему нужна помощь. А помощь исходит от сильного, радостного, спокойного человека, который не отказывается помогать близкому человеку. Он готов. Но он имеет силы это сделать. Ну, приведу пример. Допустим, вы болеете сильно. К вам приходят два человека. Один сильно сострадает вам. Ну, в неправильном смысле слова. И говорит. Ай, как тебе плохо! И ты говоришь, слушай. Давай завтра приходи. Сегодня что-то я не могу тебя слушать. У меня сил нет. Второй человек приходит. Вроде бы он не включился, да, в тему. Он приходит, говорит. Слушай, а помнишь, мы с тобой в лес ходили? Птички там поюли. Так здорово нам было. Помнишь, мы смеялись, радовались, бегали, полезли. Помнишь? Он говорит, помнишь. Помню, рассказывай, рассказывай. Помнишь, как мы с тобой вместе там кому-то помогали? Помню, рассказывай. Не уходи. Но этот человек ведь не плачет рядом с тобой и не мучается. Он радуется рядом с тобой. Как вы думаете, этот человек погрузился в твои болезни? Нет. Он погрузился в счастье для того, чтобы передать тебе его. Потому что он верит не в болезнь, а в счастье. Это человек, который искренне действительно любит. Он не погружается в страдания рядом с тем, кто лишён жизни. Он погружается в то, что нужно этому человеку для того, чтобы ему было легче. А только Бог может облегчить чью-то жизнь. Воистину, только тот, кто способен быть спокойным, самодостаточным, рядом со страданиями, является самым ценным человеком в этой среде. Вот, допустим, начальник взял и всех сказал, все валите отсюда, вы все меня предали. Сработал бы весь коллектив. Только тот человек, который не реагирует на это слишком сильно, по-доброму отнесётся ко всему, простит всех, и начальника выйдет из ситуации, он может прийти к начальнику и сказать, Василий Петрович, спасибо вам, вы такой хороший человек. Я вам на прощание говорю. Я так буду помнить всегда вашу заботу. Так буду помнить доброту. Вы предали меня. Я тебе говорю, ты самый лучший из всех, но я тебе говорю, вы все предали меня. Поэтому вы все будьте уволены. Моя работа не нуждается в вас. У меня тысячи людей, которые ждут на ваше место. И все они для меня будут лучше, потому что вы меня предали. И он скажет, но я все равно хочу таскаяться и сказать вам слова благодарности и любви Василия Петровича. Посмотрит на него, скажет, хорошо. Еще что хочешь сказать? А еще я хочу сказать, что все остальные так же настроены, как и я. Они искренне сожалеют, но прийти боятся. И что вы думаете, этот человек выгонит после этого? А если выгонит, то и слава Богу знает, что он тупой, как баран. Зачем с таким тупым работать? Конечно же нет. Он успокоится, скажет, ну возвращайтесь на работу, ладно. Ну, последний раз, я вам поверю. Этот последний раз будет длиться до тех пор, пока на работе будет такой человек, который может не выходить в ситуацию. Или, допустим, идет сражение, и войско проигрывает. Нужен один человек, всего лишь один человек, который скажет, вперед. Все будет нормально, вперед. Мы победим. Победа будет за нами. И в этот момент, когда враг ослеплен победой, он уже чувствует, что все нормально. В этот момент он и проигрывает. Один раз последователи Мухаммеда, когда их было еще очень мало, у них было сражение. Они пришли к нему и сказали, как сделать так, чтобы мы не проиграли. И он нам сказал, что очень просто. В тот момент, когда вы почувствуете, что вы побеждаете, не поддавайтесь этому чувству, не бегите за противником, не надо его добивать в этот момент. Когда начнется отступление, вы будете побеждать. Остановитесь. И вы выиграли. И когда началось сражение, то они начали побеждать. И не смогли остановиться. И проиграют. Почему? Потому что они были ослеплены. Это была всего лишь тактика. Противник зашел сзади и разрушил все. И именно такую тактику выбирает судьба всегда в отношении с человеком. Поэтому это не значит, что надо как бояться всего ходить. Нет, надо понять принцип. Первое правило такое. Все, что происходит в этом мире, это сила. Если ты имеешь более высокую силу, значит, ты побеждаешь то, что происходит. Есть три типа силы. Одна сила времени. Три типа силы времени, которые разрушают нашу жизнь. Первая сила, тип времени, это сила, которая разрушает здоровье. Чувствуете слабость, недомогание, нарушение работоспособности, снижается настроение, нет сил общаться ни с кем. Не чувствуете, что что-то начало болеть. Значит, вам не хватает силы природы. Всего лишь одна проблема. Не хватает силы природы. Больше нет никаких проблем. Запомните это. Это просто не хватает силы природы. И все. Не надо ничего выдумывать. Врач сказал, что у меня геморрой там. Он полез, он уже долез до колена. Просто не хватает силы природы. Идите на природу. Берите там силы. И все пройдет. Будет чудо. Геморрой залезет назад. Откуда вылез? Для вас это будет чудо. Что врач скажет, что он уже сам не залазит. Такой станет. Ему и там хорошо. Залезет обязательно. Если вы видите, что у вас рушатся отношения. Муж уходит, жена уходит, на работе выгоняют. Рушатся отношения. То есть с людьми, с социуми проблемы. Это значит, вам не хватает силы доброты людей. Сила доброты людей получается через людей. Делайте добрые дела, людям у вас все восстановится. Через этих же людей. Люди вам помогут с работой. Люди помогут мужу найти. Люди помогут вернуть его назад. Понимаете? Особенно с близкими людьми. Понимаете? Особенно с близкими. Если близкие люди уходят, значит близкие к людей люди и помогут. Но если нет возможности, тогда друзья должны быть. Но понимаете, если ты никому, ни о ком не заботился, то тогда никто и не поможет. Ты должен иметь отношения. Это означает служить раньше близким людям, прежде чем ты потерял кого-то. Служить тебя раньше, понимаете? Это теща! Та именно, которую ты считал причиной разрушения семьи, может вернуть тебе жену, если сильно постараешься. А если ты считаешь, что она недостойна твоих отношений, тогда гудбай нам было гудбай. Ну то есть, видите, люди помогают нам решить социальные проблемы. Люди. Нет близких людей, нет друзей, все отвернули. Значит, ты неправильно служил людям. У тебя была серьезная ошибка. Тогда заводи прямо сейчас. Служи сейчас. Заботься о тех, кого можешь. Они тебе помогут все восстановить. Люди говорят, девушки говорят, я одинока. Ты одинока только друзьями. Если у тебя нет друзей, значит нет и мужа. Тебе нужны подружки. Тебе нужно, чтобы тебя любили, и ты их любила. Тебе надо восстанавливать отношения с людьми. С женщинами. С родителями. И с людьми в целом. И тогда не может быть одиночества для женщины. Одиночество это всего лишь слабость. Не хватает силы человеческой в твоем сердце. Получи ее, служа людям. Стань сильной в этом служении. Всех люби, о всех заботи. Забудь про себя. Не смотри в Санта-Переберду. А в это время помогай людям. Я говорю про телесериалы. Я просто иногда путаю слова. Вы уж простите. Я как бы, ну, я не могу иногда произносить правильно. Например, когда надо сказать «кабельная деревня», я всегда говорю «кабельная». Ну, так получается. Пустолеет. Или детектив-дефектив. Обмен валютой, обман валюты. Всегда какая-то буква вылетает. Ну, ладно. Есть еще кое-что, что я хотел бы вам сказать. Это предчувствие. Предчувствие. Иногда люди не понимают, как это работает. Я вам объясню. Предчувствие бывает всегда в сердце. И есть несколько вариантов, которые приходят. Понимаете, есть злые духи, которые всегда пугают человека. Предчувствие — это не испуг. Предчувствие — это чистое, спокойное знание. Если вы испугались чего-то, это не судьба вам подсказала. Это злые духи вас мучают. Запомнили разницу? Когда судьба предсказывает, то она приходит всегда, предсказание судьбы приходит всегда в спокойное сердце. И приходит как неосторожность, как ощущение беды. Но ощущение беды и страх перед бедой — это разные вещи. Когда человек действительно способен предвидеть ситуацию, то это не в виде страха приходит, а в виде знания, спокойного знания. Потому что когда Бог действует, Он всегда дает человеку выбор, он не пугает. Он говорит, будет вот так. Сам смотри, что с этим делать. Иногда у человека есть возможность с этим справиться, иногда нет. В любом случае предсказание всегда есть, предчувствие есть. Иногда человек не настолько интуитивно настроен, когда Бог предподсказывает какими-то намеками. Например, ты подумал, допустим, идешь где-то и просто подумал о чем-то тяжелом. И в этот момент... Варона каркает, и ты пугаешься. Ну, то есть, не понравилось тебе. То есть, в тот момент, когда ты подумал о чем-то тяжелом, произошел вот этот... И тебе как бы Бог как будто намекнул на это. Сказал, правильно, карп правильно подумал. Вот. И если это, смотрите, если у женщины этот карп произошел, или там, допустим, что-то свалилось, или кто-то заорал, ну, все что угодно, все, что может напугать. Ну, ты как бы не напугался, а просто понял какую-то связь между тем, что ты подумал, и этим событием. То есть, смотрите, если это произошло у женщины с правой стороны, связь вот эта произошла с правой стороны, то это значит, что вы не сможете своими силами с этим справиться. Это знак судьбы. Но своими силами вы не справитесь с ней. Поэтому нужно молиться, чтобы это победить. Не думайте, что это наваждение какое-то. Нельзя от этого отвлекаться. Теперь, если с левой стороны у женщины это все произошло, значит, вы справитесь своими силами. Хотите молиться, хотите не молитесь. Это ваше же дело. Но вы сможете с этим справиться просто жиря, ничего дополнительного не делая. Понятно, да? У мужчины наоборот. Если, допустим, знак какой-то пришел, он, допустим, идет, и что-то такое сильно произошло. Но, понимаете, вот, допустим, человек идет и просто напугался, допустим, чем-то. Это не знак судьбы. Знак судьбы, еще раз повторяю, происходит, когда вы о чем-то думаете, и это то, что вы думаете, это действительно заставляет вам трудность, вы чувствуете, что это опасно, или вспомнили о чем-то, и в этот момент вам долбануло еще от пространства какая-то неожиданная вещь, молния там ударила, еще что-то. Это означает, что Бог подтвердил. Да, это будет. Но вопрос, как это будет? Если у мужчины с правой стороны долбануло, значит, ты справишься со своими силами, а если с левой, значит, не справишься. Сколько ни старайся, только с помощью святости, с помощью Бога, с помощью молитвы ты сможешь справиться с этим. Сны. Два типа снов есть, есть, но сны, которые пугают, это духи. А есть сны, это как правда, как сон наяву, знаете, все-таки что-то такое происходит, ты смотришь этот сон, и как будто бы перед тобой разворачивается то, что непреодолимо. Ты как будто бы встал на месте, ты хочешь идти, не можешь идти, ты хочешь сказать, не можешь сказать, ты хочешь что-то с этим сделать, не можешь ничего сделать. Это значит, что Бог тебя предупредил. Понимаете? Нет страданий, нет страха, есть торжественность и сила чувствуются в этом во всем. Понятно? Это вещий сон. Он торжественный, сильный, явный, недвусмысленный. И не сильно длинный. Бог не любит там, как бы, развлекать нас с этими ясновидениями, как некоторые. У меня постоянно ясновидение, постоянно. Это не ясновидение постоянно, а просто ты, женщина, это приводит свое очень чувствительно, и у тебя постоянно образы какие-то возникают, но ничего общего с ясновидением это не имеет. Ясновидение означает, как молния блеснула, неожиданно что-то пришло в сознание, торжественно, ты застыл перед этим, ничего не можешь сделать. Вот это предупреждение. Или человек тебе что-то сказал, и ты так, значит, это правда, хоть тебе это не правда и не нравится. Это предупреждение тоже. Бог нас всегда предупреждает в том случае, если мы идем правильным путем. Понимаете, если человек живет в страсти, то есть он постоянно думает о работе, о деньгах, о своих делах, он на молитву никогда не молится в жизни. Просто бегает, как сумасшедший. Не почувствует он предупреждения. Предупреждение приходит в сердце, когда человек отвлекся от всех дел и что-то делает для Бога. Пошел в храм, начал молиться, на службе участвуешь. То есть отвлекся от себя, сразу Бог использует этот момент, чтобы дать тебе предупреждение. Но если ты от себя не отвлекаешься, как тебе его дать? Если ты занят только собой всю жизнь, значит, никакого предупреждения не будет. Ты получишь страдания неожиданно. Все остальные будут предупреждены. А если человек в пьяном угале живет, то вообще никаких предупреждений. Просто в принципе, хочешь уничтожить свою жизнь, кто против, у тебя есть все права. Хочешь уничтожить, уничтожая, хочешь возродить, возроди. Бог никогда не будет вмешиваться в нашу свободу выбора. Запомните. Поэтому вы удивляетесь, почему Бог смотрит на то, что мой муж спевается. А потому что Он понимает, что ваш муж вечный. И Он решил расстаться с этим телом. Ну, ради Бога. Вы скажете, а что-то можно сделать? Можно. Если вы начнете молиться Богу, то Он отрезвеет. Потому что был удача в его жизни. Молитва, она первое, что дает человеку успокоение. Второе, дает знание. Третье, победу. Сначала, когда человек молится сам, успокаиваются все вокруг. Потом отрезвляются, получают знание. Третье, побеждают свою судьбу. Три шага дает молитва всем и всегда. Если она правильная. А правильная молитва, когда человек забывает про себя во время молитвы. И думает о Боге и о служении Ему, о благодарности людям. Забывая. То есть находится в состоянии бескорыстия. Бескорыстное состояние — это и есть удача. А не удача, когда человек входит в состояние, в котором он полностью поплощен событиями. Веды сравнивают события с тем, чем привлекаются кони. Кони — это чувства, которые привлечены событиями. А разум — это возничий. Если он с конями не справился со своими чувствами, значит, придет беда. И в этот момент, когда человек не справился, он налет, кричит, злится, потеет, доказывает свою правоту. В этот момент человек должен понять, что надо остановиться. Постоять на краю чуть-чуть. Не бежать дальше. Не ломать, иначе будет хуже. Остановиться в момент гнева, в момент истерики, в момент суеты. Остановись. Остановись, постой. Успокойся. В спокойствие приходит истина. В этот момент Господь тебе подскажет.